Итак, настал тот день, когда запишется видос про Апрелью Шивер, о моих, так сказать, поделках. Ничего, собственно, выдающегося и интересного в этот раз делать не пришлось. Первое, что пришлось делать, это крепление для фар. Фары те фирмы PIA или как там. Я, честно говоря, почему-то мимо прошел этих фар. Никогда о них не слышал и не знал, но, как оказалось, это какие-то там раллийные фары. Ну, как бы история предполагает, что они устанавливались на раллийных машинах. Но я об этом ничего не знаю, поэтому просто подключил провода, то есть подключил проводку, вывел кнопочку. Но проблемка в том, что, чтобы здесь провести проводку и к чему-либо подключиться, нужно взрывать вот это вот все. Здесь, наверное, порядка 30 винтов, благо не клипс, то есть все вот такие винты, которые держатся через вот эту вот, какой-то там, скобу с резьбой, скажем так, условно. Все это снимал, заводил через замок, то есть разбирал еще и замок, чтобы запитаться на фары, то есть чтобы при выключенном зажигании фары полностью обеспечивались. Все это, естественно, сделано на родных реле с родной проводкой и полностью работоспособно. Что касается креплений, то есть это обычная пластина, которые с внутренней стороны приварены втулки. Зачем втулки? Потому что родная вот эта вот алюминиевая защитка, она имеет, как это называется правильно, пукление, по-моему. Поклевать. Ну да, пукление, назовем это так, в общем, когда делается выдавленная вот такая часть и винт как бы заподлицо заходит. Вот, чтобы этот момент компенсировать, с внутренней стороны к этой пластине были приварены гайки. Чтобы здесь у нас крепление не отваливалось, крепление не просто приварено, ну, грубо говоря, пластинка, а сделан такой, ну, какой-то, образная штуковина, которая уже непосредственно приваривается к пластине. Таким образом у нас не передается вибрация с той силой, с какой она могла передаваться. И, соответственно, фары с вероятностью всего не отвалятся. Что касательно цвета, что креплений, что этих вот дуг, о которых сейчас расскажу позже, ну, как бы выбрали такой цвет, чтобы типа вот около мат, чтобы якобы как под вот этот родной багажник. Но, как бы, мои изделия таковы, что лучше их красить в черный глянец. Потому что под глянцем не видно всей уебищной сущности моего творчества. Вот, как знаете, там вот это вот. Девочки любят дождь, потому что под дождем не видно их слезы. Вот. А я люблю много лака, чтобы не было видно уебищности сего произведения искусства. Но, тем не менее, захотели так. Ну, благо тут грязь летит, грязью забрызгается, хоть видно не будет. Этот момент меня успокаивает, конечно. Вот. Ну и, собственно, какие у нас моменты дальше по фарам. Вот, да, продолжить по фарам. То есть фары у нас включаются с поворотом ключа. Вот, загорается лампочка. Нажимаем лампочку. И волшебнейшим образом фары у нас горят. Как бы ни было странно, но, несмотря что это обычные галогенки, светят они достаточно ярко. Ну, со вторым креплением, собственно, сделано то же самое. И ничего нового. А! Еще поставил решетку. Решетка, конечно, вот эта опять из разряда вроде подходит, но все почти. То есть на верхнем креплении, куда должна решетка ставиться, у нас уютно разместился бачок с заливной горловиной. Ну, точнее, господи, патрубок с заливной горловиной в радиатор. И чтобы его поставить, там пришлось дремелем вжих-вжих туда-сюда. И вообще как-то решетка как будто не догнута была. То есть все это встало в натяг. Ну, подгибал, то есть. А так она вообще не особо хотела вставать. Но, тем не менее, сейчас она все везде по контурам села. И все весьма аккуратно. Что касательно вот этих вот креплений. Ну, блядь, во-первых, они, конечно, получились намного жестче, чем даже то, что предлагает завод, если бы эти крепления подходили. А они, естественно, не подходили, потому что это было от другой модели апрели. Но туда-сюда, собственно, что-то я смог родить из всего вот этого великолепия. То есть это все к стандартным подножкам крепится. Такой вот хитро выебанный кронштейн. И все это к стандартным точкам. Кстати, тут вязаться можно к разным, в принципе, точкам крепления. И никакой проблемы в этом нет. Ну, конечно, что это черным матом, не знаю. Как по мне, наверное, не очень. Но владельцу, собственно, виднее. Что касательно жесткости, то жесткости тут хватает. И все это, тем более, не под жесткие кофры, а под мягкие текстильные сумки. В чем сложность? Сложность в том, что нужно было поймать симметрию от отсутствия симметрии. То есть вот к этим же мы вяжемся. То есть вот эти крепления идут. И они плюс-минус что-то куда-то гуляют. Плюс у мотоцикла нет центральной подножки, чтобы его плоско поставить и уже понимать. И приходилось прибегать к помощи еще одного человека, чтобы он стоял, держал ровно. А я уже ловил, чтобы это плюс-минус километр хоть как-то было не страшно и не совсем уебищно. И вроде бы как цель, ну, наверное, достигнута. Как бы. По крайней мере, хочется в это верить. Вот. То есть тут вот такие вот выгибы приходилось делать. Все это, естественно, не под 90 градусов просто, а пилились углы, подгоняли, чтобы все это плюс-минус могло устанавливаться. Ну, а что касательно нижнего укрепления, то это стандартные крепления, то есть в заводском исполнении для этой модели все выполнено. Да точно так же выполнено. Ну, и что касательно этих самых кофров. Кофры у нас эти. Прибывшие с фашистской Германии. Ой, как там. Хепко-брекет. По-моему, так они обзываются. В общем, такая шаланда у меня на Теннере тоже есть. От его производителя. В целом, не могу ничего сказать. Фашики иногда делают какие-то вещи. Не знаю, в душе не знаю, что с этим ремнем делать, откуда он, чего он. Но, тем не менее, как-то это, наверное, должно... О, держаться. Это, наверное, как таскать с собой его. Хрен его знает, да и даже неинтересно. Это, в общем, цель в том, что сейчас я закреплю эти кофры. И единственное, на что я надеюсь, то, что все сейчас установится. И в скором-скором времени этот мопед у нас исчезнет с горизонта. Потому что что-то постояло, но уже здесь в крайней степени долго. Вот, один кофр установил. Не тем ключом пытался все это устанавливать, потому что один ключ от этого, от центрального кофра. А один ключ у нас от бокового. Да, конечно, захватывающий сюжет, как я одной рукой пытаюсь поставить кофр. О, установился. Удивительно. Так, ну вот с этими ремнями пусть там разбираются сами. Я же, так понимаю, нужно соединить вот эту вот штуку. Наверное, она должна соединяться под сидением. Но делать я этого, конечно же, не буду. В мои задачи это не входит. Единственное, что я сделаю, это сейчас вот так раз один ремешок замотаю. И куда-нибудь сюда второй ремешок примотаю. И единственная цель всего мероприятия отснять это видео и убрать этот мотоцикл из мастерской. Вот, это будет самое лучшее, потому что здесь он место занимать уже устал. В общем, вот так все это выглядит сбоку. И, ну, в принципе, нигде ничего не задевает. То есть, достаточное расстояние от пластика. И что-то есть подозрение такое, легкое, что они даже не шире руля. Хотя, может быть, и шире руля. Но замерить это фиг замеришь. Ну, в общем, они не сильно выступают. По крайней мере, это в любом случае лучше, чем если бы были жесткие кофры. Вот. Сейчас больше рассказать нечего. Тут не очень захватывающий сюжет. И на этом я буду заканчивать. Субтитры сделал DimaTorzok